12 худших цветов для людей с аллергией. Цветы могут быть очень красивыми, но многие из них содержат раздражающую пыльцу, которая может вызвать симптомы аллергии. Растения, которые больше всего могут вызвать аллергию, часто относятся к семейству сложноцветных и содержат легкую пыльцу, как пыль, которая легко переносится ветром. У растений, опыляемых ветром, вероятность возникновения симптомов аллергии выше, чем у растений, опыляемых в первую очередь пчелами и другими насекомыми. Вот 12 распространенных садовых растений, которых следует избегать при аллергии на пыльцу. Астра. В верхней части списка растений с высоким содержанием аллергенов будет большинство растений семейства астр, включая многие виды из рода астр. Астры могут быть повсюду в теплые месяцы и даже могут попасть в дома в качестве контейнерных растений. Несмотря на то, что большинство астр не опыляются ветром, многие люди, страдающие аллергией, чувствительны к пыльце. Гипсофила. Гипсофила популярна в дачных садах и фигурирует во многих букетах флористов. Хотя цветы маленькие, они могут содержать большое количество пыльцы. Это может показаться нелогичным. Но махровая гипсофила лучший выбор, чем простая. Махровые цветки – это гибриды с низким содержанием пыльцы. Также помогает то, что все эти лепестки предотвращают разлет пыльцы. Георгины. Цветки георгинов достаточно эффектны, чтобы привлекать множество насекомых опылителей. Но как члены семейства астровых, георгины содержат много пыльцы. Однако некоторые гибриды георгинов, классифицируемые как формальные, практически не содержат пыльцы. Это пушистые цветы с множеством лепестков и тычинок, которые являются гибридами без пыльцы. Невианик. Также в семестре астровых невианик, ромашка, может выглядеть нетронуто и ручной, но это растение является высоким производителем пыльцы. Пыльца переносится в основном пчелами, а не ветром. Герберы. Один из самых ярких представителей семейства астр гербера. При всей своей изящности и красоте она также содержит большое количество пыльцы. Ромашка аптечная и ромашка римская. Еще один член семейства астр, ромашка аптечная, может вызвать двойную неприятность. Растение производит пыльцу, а цветы используются для приготовления чая, который все еще может содержать некоторые раздражители даже после заваривания. Оба эти вида ромашки, аптечная и римская, являются проблемами для страдающих аллергии. Хризантемы. У хризантем сильное сходство с семейством астровых, также как и у их пыльцы, вызывающие аллергию. Хризантемы помогают продлить сезон аллергии до осени. Хризантемы – выносливые растения, которые бывают самых разных цветов и размеров. Они также популярны в качестве контейнерных растений и поэтому часто являются частью внутренней среды. Амброзия. Также в семействе астровых есть такое растение, как амброзия, которое не считается садовым цветком, хотя ее иногда сажают садоводы, которые ценят ее способность привлекать пчел. Его часто путают с золотарником – прекрасным садовым растением, получившим признание. Золотарник не опыляется ветром и не вызывает аллергических реакций. Амброзия с ее незаметными сорными цветками опыляется ветром. Амброзия имеет обыкновение расти вдоль дорог и на пустырях. Амброзия полыно-листная – один из наиболее опасных сорняков-аллергенов. Распространение ее на территории СССР началось в 1960-70-х годах из Крыма. Подсолнухи. Огромный размер центрального диска подсолнечника является показателем обильного количества пыльцы, которую он может производить. Что еще хуже, эта пыльца разносится ветром. Поскольку подсолнухи неароматны, их часто забывают как растения, вызывающие аллергию. Некоторые сорта подсолнечника без пыльцы, такие как априкот твист и джокер, считаются гипоаллергенными, поскольку их пыльца слишком тяжелая, чтобы переноситься ветром. Амарант. Род амарантус включает десятки видов, многие из которых выращиваются как декоративные, садовые или кулинарные растения. Но страдающие аллергии, вероятно, назовут их общим названием – однолетние сорняки. Амаранты – это опыляемые ветром растения, производящие массы и ультра-тонкие частицы пыльцы, которые дрейфуют на слабом ветре. Декоративные травы. Декоративные травы, которые предпочитают садоводы, встречаются во многих родах, но, как и травы для газонов, почти все декоративные травы опыляются ветром и вызывают проблемы у аллергиков. Лаванда узколистная. Многие люди имеют аллергические реакции как на пыльцу лаванды, так и на ее запах. Растения с ароматными цветами, которые распускаются гроздьями маленьких цветов, часто особенно склонны вызывать аллергию через нос, поскольку они, как правило, опыляются ветром. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!